Да, кстати, добрый вечер. Хочу уведомить те, кто из Украины. Снимите свои флаги. Израиль принял закон за флаг Украины на доме, на заборе, где 10 тысяч шекель штраф. Я вас поздравляю укропы. Израиль проснулся. Нет места нацизму в Израиле. Флаг свой поднимайте только у себя. Доброго вечера вам, друзья. Не доброго вечера вам, не другие. Отрадные новости, конечно, но мы же понимаем, что если в чем Израиль похож, это в том, что суровость законов смягчается порой необязательностью их выполнения. Как Сладыков щедрит писал. Несколько месяцев назад, я помню, Евгений Сатановский прогнозировал, что и Ксению Собчак, и Максима Галкина лишат израильского гражданства, потому что они получили его незаконно. Тем не менее, недалеко на этой неделе Алла Борисовна Пугачева сказала, что никто и гражданство лишать не собирается. Ни ее, ни Максима Галкина, ее супруга. Ну, видимо, и на Ксению Собчак тоже, в общем-то, это распространяется. Так что поживем-увидим, но пока очень многие трезвые люди, здравомыслящие в Израиле, в общем-то, ликуют. Всем привет, друзья, на канале Влада Чистильщик. У меня сегодня очень хорошо на душе, на сердце. Наконец-то Израиль начал отдупляться. Один из первых. Один из первых. Израиль, ребятки, начал отдупляться. Я утром услышал новость, что якобы теперь за украинский флаг будут штрафовать. Где бы он ни висел, на заборе, на туалете, на этом. Если ловят, значит за украинский флаг 10 тысяч штрафу. Я думал, слабо верилось после всего того, что Лапит у нас наделал, да, за то, что приволок сюда вот эту нацистскую, блядь, нечисть. Но когда я проверил, зашел на сайт и увидел, что действительно принят закон, где бы ни находился украинский флаг на территории Израиля, он считается вражеским. И в первый раз штраф 10 тысяч шекелей, ребята, это примерно 3 тысячи долларов. Вот. Это 3 тысячи долларов. Вот. Ну, это просто шикарно. Ну, а дальше будет уже следовать уголовная ответственность. Хватит. Но мухались болезные, а? Че, блядь, кричите, что Влад трепло? О, а получайте, получайте по заслугам болезные. Хм. Я хочу передать привет одному из бандеровских нечистот. Ортур Еурезин. Готов, блядь, бабульки. Столько на вас, с ваших флажков, и на аватарках, и на все, проживающих в Израиле. Так что теперь, даже в соцсетях, если вы на свою аватарку будете вешать свою синеблокитную трапочку, Тихо, дон мишком шурша, едет кореша не спеша. Вставай, страна огромная, вставай на смертный драка. Слава Богу, что есть такая страна, как Россия. Да здравствует Россия и Израиль, друзья. Подписывайтесь на канал Влада. Ну, и порадуйтесь.